Сыроварня Андрей, расскажи, пожалуйста, куда мы пришли? Мы пришли с вами на сыроварню. Мы находимся на сыроварне. Это наша вотчина, где мы производим овечьи сыры. Сейчас я вам показываю камеру на 9 кубов с нашими сырами. Она такая скромненькая, как раз для эксклюзивного овечьего молока. Андрей, рассказывай, что за сыры, какие и так далее. И, может быть, покажем, когда они заложены. Вот тут я вижу даты стоят. Да, это дата закладки, дата, когда они сварены. И здесь они обслуживаются и хранятся. А они перевернуты, да? Они перевернуты каждую неделю или дважды в неделю некоторые сыры. Мы обязательно переворачиваем. Мы сейчас их можем ненадолго перевернуть? Да, можем, да. Вот, чтобы показать вот так вот. 5-го, 0-6-го заложены Качота. Да, но это называется. Мы здесь упростили все. Вы не смотрите на название Манчега, Гауда, Качота. Это все упрощено. Все это уже изменено, изменены закладки. Просто мы пишем как для упрощения для себя, чтобы не писать там наши длинные названия. Но это внутренняя маркировка. Да, это мы просто пишем для себя. Но название сыра совсем другое и технология производства другая. Просто я это сделаю для сыровара, для него для упрощения названия. Я понял. Это латекс, насколько я понимаю, да? Да, это латекс, да. Вот это белый воск. Вот это новая технология, которую я привез из Голландии. Можно ее попробовать? Да, да. Из акваски привез. Да, но он свежий, поэтому аккуратно можно проломить. Это белый воск. Он... Вес головки 300 грамм. Мы его еще попробуем с вами на дегустации сырок. А вот он в белом воске находится. Так. Это красный латекс. Эти вот головки, они у нас вот так вот. Вот такая вот головка на 2 килограмма. Ого! Она в бесцветном латексе находится. Вот такие вот головки. Это самые большие головки, которые мы производим. Это 2 килограмма. А почему все-таки латекс, а не естественная корка? Ну, естественная корка, это вообще высший пилотаж. Это должны быть определенные условия для этого, для хранения. Мы пока, наверное, просто до этого не доросли. Это очень много. Для этого нужны, наверное, не такие камеры, а какие-то погребы специальные с определенными бактериями. Но еще не получается. У меня вот есть один цирк, который я отрабатываю с натуральной корки. Вот она, натуральная корка у него. Вот это, этот, этот цирк сделан 12, вот он, 12 марта. Угу. А как называется-то этот цирк? Роману Густо. Роман, он романовски вкусный. Угу. Круто. А вот с плесенью, ты говорил, и с сырами. А, их, произвожу не я, их производит Алексей из Дмитровского района. Угу. То есть это на аутсорсинг? На аутсорсинг, да. Он делает, потому что, почему я не делаю с плесенью? Потому что плесень будет у меня на всех сырах. Да. Поэтому... Плесень разрастется везде. Да, да, да. Плесень разрастется. И мы делаем здесь свои сыры. Он не делает твердые, полутвердые. Он делает из молока, с плесенью. Я даже подозреваю, что камера, в которой созревают сыры с плесенью, должна за несколько, наверное, километров находиться от камеры, где... Да, 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 да. У меня есть технология производства ракфора. Я могу производить ракфор. Именно вот как в настоящем виде, по всем канонам и правилам. Так, ну, вопрос в том, что голубая плесень, она совсем страшная. Ну, конечно. И она сожрет тут все, и от нее вообще нетрудно избавиться. Она съест даже здание. Да, можно так сказать, да. Она будет везде. Она будет везде, да, я знаю. Да. Андрей, а вопрос. Сколько такая головка в магазине стоит? Порядка четырех тысяч рублей за килограмм. Порядка четырех тысяч рублей за килограмм. Да, головки в среднем вот такая головка, она примерно 900 грамм в килограмм, вот, по весу. Мы делаем маленькие головки, потому что сыр дорогой, а в такой головке он может долго храниться. То есть в магазине он может четыре-пять месяцев, не нарушая целостность упаковки, можно хранить в холодильнике, и он будет от этого только больше. Круто. Сколько здесь заложено килограмм, тонн и так далее? Здесь где-то порядка 500 килограмм сыра. Здесь 100 килограмм сыра. Да, да, да. Ну, где-то 450 я не считал. Но вот часть из этого мы повезем на ярмарку к сироте. Часть уходит. Даже бывает, что приезжают за овечьим сыром, бывает, приезжают сюда люди. То есть они узнают, да, и приезжают, звонят, можно ли приехать и купить у вас овечьий сыр. Я говорю, да, конечно. Здесь дешевле? Здесь немножко дешевле, да, когда приезжают на место. И просто люди готовы по нашей развитой дороге приезжать даже сюда. Нормальная дорога. Нормальная, что это? Нормальная дорога. Слушайте, ну здорово. Еще раз перечислим, сколько сортов сыра. Вот этот сыр называется Романа Густа. Этот эльманта. А вот эти маленькие и вот этот сыр Страта Романа. Все, что связано с романовской баскопородой, да, да, да. И сколько вы всего-то сыра произвели? Ну, молока в месяц мы производим 2 тонны. 2 тонны овечьего молока в месяц. И? Ну, расчет мы берем, что 6 литров, 5-6 литров, в зависимости от сезона. То есть не 10? Не 10. 5-6 литров овечьего молока приходится на килограмм сыра, сыра, да. Ну, из-за того, что оно жирное, да, наверное? Из-за того, что оно, у него высокий белок. И белкам, да. Да, белок 5,6. А 5,6? Да, 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 да. Поэтому, бывало даже я выходила из 4 литров, в какой-то период, да, 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 ну, период лактации, приходится и 4 литра на килограмм. Бывает и такое, но это резкость. И от кормления зависит. Самое главное это кормление. Чтобы производить сыр и получить хорошее молоко, нужны сочные травы. Ну, как говорят, мы то, что мы едим, да? Да, да, да. Здесь то же самое. А так как Тверская область является мочевым пузырем России, травы у нас здесь паше. Мочевой пузырь России, это круто. Первый раз в высу такое. Понятно, травы очень много. Много, да, много дождей, много травы. Трава сочная все время. Мы делаем по 2, наверное, по 3 укоса за сезон. 3 это стандарт. Если мы начинаем с мая, то в сентябрю мы уже 3 делаем укоса. Продолжаем смотреть сырование. Да. Ну, самое главное, с чего все начинается, это сама сыроварня. У нас сыроварня на 150 литров. Импортная? Нет, российская по типу с Фуджи. Якобы она вот, но есть некими доработками. Сража, хорошая или нет? Я скажу, что так. Наша сыроварня, это как наша машина. Российская. Больше можно комментировать. И плюсы, и минусы отечественного автопрома мы знаем. Мы знаем, да. Все легко, быстро меняется, запчасти в наличии, но ты ее постоянно ремонтируешь. Здесь такая же проблема, как бы, мы столкнулись с тем, что, когда мы ее привезли, из нее просто полилась вода. Христанова вода. То есть, лопнул контур, что ли, лопнул? Нет, ситуация какая. Первое, что мы, была задержка по производству на три месяца. Мы ее с боями, с задержкой на три месяца получили. Все происходило очень долго, нас пообманывали, говорили, что она уже выехала, она никуда не выехала. Даже делать вичем не начинали. Ну, в общем, были проблемы, в итоге, через три месяца, потратив кучу нервов, мы ее получили. Ну, ладно, хорошо, уже мы там перекрестились, что мы ее получили. Но, когда мы подключили, из нее полилась вода. И оказалось, в итоге, что она полилась из блока тенов. Хотя нас заверяли, что дали 3,5 атмосферы опрессовку. Но, когда приехали монтажники, то блок тенов отвернулся от руки. И, да, температурный датчик туда-сюда плавает, бывает. Сам по себе своей жизнью живет, то работает, то нет. Поэтому перепроверять приходится уже дублирующим. Китайскими термометрами? Термометрами электронными китайскими, да. Перепроверять температуру. Так, дальше, что здесь у нас? Столы. Да, тут стол рабочий, тут, значит, у нас формовочный стол. Тут вот формы наши. Формы разные, есть маленькие формы. Есть даже эксклюзивные формы, которые я привез из Голландии. И таранил в своей сумке. Потому что в России аналога не существует. Это вот такие вот маленькие формы на 300 грамм. С сеточкой внутри. Интересно, а это вот что за формочка такая? А это сверху, это для прессовки. Это вот такие вот эти маленькие сыры, которые мы производим. Да, для прессования, да. Это очень удобно и доставать удобно. И форма получается. Это вот форма и формовочный стол для того, чтобы стекала сыворотка сыра. Это вот у нас здесь солильный бассейн. Он с охлаждением. То есть 12 градусов. 12 градусов температура до самого рассола. И она поддерживается. А сейчас-то там есть что-то? Вот он. Вот он. Нет, рассол вижу. А сыр-то где? Нету сыра не плавать. Все, сыр уже отсолился. Сыр отсолился. Сыр отсолился. А раствор-то не меняется? Раствор, когда он совсем мутнеет. Как вино должен набрать. Вообще, вот я был в Голландии. И я читал даже про французские сыры. Что они... Вот это самый главный ингредиент. И есть некоторые рассолы, которые не меняются столетиями. Потому что в них живут определенные грибки. И он насыщается вот этими грибками и вкусами вот этого рассола. И он чуть ли не каких-то космических денег стоит. Насколько это правда. Но в Голландии я видел, они вообще его не меняют. Он у них как стоит, так и стоит. Они только вот, по-моему, соль засыпают. Потому что проверяют, чтобы не терялся насыщенность солей. Да, там, PH. Ну, вот, у меня тут. Забыл название этого прибора, который меряет солевой раствор. Понятно. Так. Воникель, не говорите, назад чуть-чуть. Это что у нас за пыточное? Это у нас камера... Ой, камера... Пресс у нас. Пресс для сыра. Состоит из трех поршней, которые друг друга запрессовывают. То есть на каждый... На каждый есть, да, он закрыт просто. На каждый ярус сюда ставится... На каждый ярус ставится сыр, да, и... В формочке. Да, в формах, и это все поршнем прессуется вниз. Здесь выставляется давление в атмосферах, и под каждый сыр ставится определенное давление, чтобы... На автоматом прессуется, там же ведь надо, ну, менять это самое давление-то или нет. Да, 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 каждый сыр определенное давление. Чтобы сыр хорошо запрессовался. Да, на один раз... Нет, оно регулируется. Здесь сбоку стоит датчик с манометром, где ты регулируешь, выставляешь нужное тебе давление. Все это делается за 10 секунд. Ну, а какой-нибудь программы, там, условный сыр, монтазию, ее бам, нажал, и она там тебе... Ну, может быть, оно и есть, но на нашей технике примитивной, как бы, да. Опять же, это наше? Это наше, да. Ну, да, мы видим... Они делают, да. Мы видим саморезы. Да, 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 это все наше, причем здесь одни, а эти пять. Да, 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 да. Ну, я говорю, что это российский автопром. Это все из той же фирмы, которую вы покупали, да, или это разное? Да, это все там же, да. Работает? Ну, работает. Работает, да, работает. Работает. Слава богу, работает, как бы, но, видите, пришлось дорабатывать. Пришлось дорабатывать что? Мы вот... Ну, вот вырезать в потолке ее, да, потому что... Но я скажу, что вот такая штука с вырезом в потолке мы снимали одного крупного, известного немецкого производителя, который пришли, просчитали, доильный зал. Ага. И там, и там точно такая же система. Да, 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 да. Ну, это, может быть, земля у нас такая, что даже немцы так... Да, 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 да. Понятно. Что еще из оборудования? Все? Все. Практически все, что нужно. Да, сама сыроварня, формовочный стол, солильный бассейн, пресс и камера для созревания. Камера для созревания, да? Супер. Так, Андрей, а это что за витрина? Это другая переоборудованная камера. То есть, это обычный витринный холодильник. Но он непростой. У него здесь в системе стоит следующая система. Во-первых, у него система автоматического поддержания влажности и поддержания температуры. Это наш первый холодильник. Мы с него начинали и отрабатывали на нем все технологии. У него принудительно всегда работает вентилятор, который делает постоянную циркуляцию в холодильнике. И воздух постоянно циркулирует внутри камеры. Также у него стоит увлажнитель, который при определенной уставке начинает выдавать влагу. Влагу. Влагу, да. Испарять ее. Вот такой простенький, примитивный, но он очень рабочий. Здесь сыры после сыроварки у нас обсыхают. После этого мы их покрываем и отправляем в большую камеру. Вот я смотрю, 21-е, 07-е, там 19-е, 21-е, 15-е. Ну это вот они, недавно мы их произвели совсем. И вот они сейчас пока здесь, а потом переезжают туда. А какая температура рабочая, вот, переобсыхание сыров? 12 градусов. Все те же 12? Да, да, да. Успеваете продавать? Ведь немалое количество, я смотрю, в том холодильнике. Вопрос, что сыры созревают, на них нужно время, понимаете. А процесс производства, он... Его остановить нельзя. Непрерывно. Да, да, да. Поэтому у нас сыры от 3-х месяцев и выше. Есть сыры, которым... На сегодняшний момент, все, кто старше 3-х месяцев, сыры проданы практически. Вот так вот. И сейчас, да, да, да. И сейчас вот то, что вы там видите, это все отчасти там молодые сыры, которые еще не созрели, не созрели по большому счету. А сильно усыхают на самом деле сыры? Ну, за 3 месяца на 20%. Ну, это натуральный сыр, понимаете. Мы ничего не... Нет у нас никакого купажа, чем балуются многие сыровары. Смешивают, допустим, овечье молоко с козьим или козье с коровьим. У нас мы производим только 100% чистые овечьи сыры. Больше никакого молока здесь нет. И оно только натуральное. Овечье молоко с козьим или козьим или козьим. Овечье молоко с козьим или козьим. Продолжение следует...